Они понимают эти слова Шаар-де-Роми как Шаар-де-Роми, что имеется в виду именно вот эти вот врата на Мироне, вот этой вот старой синагоги, южные врата, вся синагога внутри, ее сейчас не осталось, осталась только стена входная и вот эта вот скала, которая тоже служила стеной западной, а все остальное разрушено, вы видите остатки камней, колонн, которые когда-то поддерживали капители. И остались только вот эти южные ворота, а Рона Кодыш был с этой стороны изнутри, мы стоим сейчас снаружи синагоги на входе, Мезузот и Машков, которые сохранились, так поэтому те, которые считают, что Раби Йоси Бен Кисма сидел именно здесь, так он сидел именно на этих ступенях, где мы и находили, как в том рассказе, где Раби Йошуа Бен Леви встретил Машиеха на этих же ступенях, около этих же врат. И рассказывают наши мудрецы, что Раби Йоси Бен Кисма сидел со своими учениками около этих южных ворот этой синагоги знаменитой. И его ученики, так как времена, как известно, были очень опасные, тогда начались гонения Адриана, и были запреты. И известный один из учеников, Раби Йоси Бен Кисма, знаменитый Раби Ханин Бентрадион, пришел к нему после того, как убили Раби Акиву. И он решил, даже пожертвовав своей жизнью, пойти на Киду Шашем. И он разговаривал с своим учителем, а Раби Йоси Бен Кисма не разделял этого мнения, что так надо правильно себя вести. И он говорил, если ты нарушаешь их приказ, что тогда римляне и Махш Мам запретили изучать Тору людям на рынках преподавать. А Раби Ханин Бентрадион специально выходил и учил людей на перекрестках открыто. Брал с собой свиток Торы, и он это и рассказал своему учителю. Раби Йоси Бен Кисма сказал ему, удивлюсь я, если тебя не обвернут этим свитком Торы и не сожгут в нем. И так и случилось, как известно, к сожалению. Раби Йоси Бен Кисма, например, в Твери был случай. Я вам это рассказываю, чтобы показать, кто это был за человек. Что он был человек, который предвидел будущее. Он знал, кто мудрец, тот, который видит то, что произойдет. Однажды в Твери сидели Раби Йоси и Раби Мейер Баланес и спорили насчет входной двери, которые раньше в эту уключницу вставляли вверху, вставляли пильпель, черный перец, чтобы когда двери открываются, так оно толчится, делается мелким. И они спорили галахически насчет галахи, как эта дверь, можно ли ее трогать в шаббат, является ли она мукцией, не является ли она мукцией, можно ее открывать в шаббат, если не можно. И во время спора потянули друг на друга Сафер Тору, и она порвалась. И Раби Йоси Бен Кисма, который сидел и увидел это, он сидел отдельно и учился, когда он это увидел, он сказал, удивлюсь я, если из этой синагоги не сделают авейдезору, не сделают дом для идолкоклонников. И так это и случилось в будущем. Потом пришли христиане и сделали из этой синагоги свою церковь. Потом, когда Рим принял христианство официальной религией. Так вот, тот же Раби Йоси Бен Кисма, он сидел на этих ступенях своими учениками. И его ученики из-за такого времени, из-за таких проблем, что происходили тогда в Святой Земле с римлянами, у всех были мессианские чаяни. Все ждали, только вот-вот-вот недавно убили Раби Акиву, который поддерживал Бар-Кохбу, которого объявили Машиехом. У всех были еще мессианские чаяния. И ученики спросили своего учителя, Раби Йоси, спросили его, когда придет Машиех. Он говорит, не хочу вам говорить этого, потому что если я вам это скажу, вы будете требовать, чтобы я сделал какое-то чудо в доказательство, что эти мои слова верны. И ученики сказали, нет, нет, учитель, не будем требовать никакого чуда. И Раби Йоси Бен Кисме сказал следующую вещь, смотрите внимательно. Он повернулся, сидя на ступеньках, он повернулся к этим воротам, показал на Машков, на перекладину этих ворот, и сказал, вот эти врата вы видите, тогда еще синагога была целая, не разрушена. Он говорит, видите эти врата, вот когда эта перекладина будет разусломается, будет восстановлена, сломается второй раз и будет опять восстановлена. Не успеет полностью она третий раз сломаться и упасть, как придет Машиех бен Давид. Когда это ученики услышали, они сказали, учитель, докажи нам это, покажи нам доказательство, сделай какое-то чудо, чтобы мы увидели, что это слова Всевышнего, что это ты говоришь не просто осла, он говорит, я же вам говорю, что вы будете требовать чуда. Они сказали, и все-таки учитель. И тогда он показал на реку, которая протекала здесь поток, поток воды, речку, которая здесь текла, и он сказал, вот смотрите на эту речку, если мои слова верны, вода потечет сейчас вспять. И они посмотрели, и так и случилось. Вода начала течь в обратном направлении какое-то время. Поэтому, после того, как пришел Адриан, были разрушены синагоги, потом еще были землетрясения, этот Машков, известно, что он ломался два раза. После последнего большого землетрясения в Твери и в Мироне, и в Цфате, он был разрушен, и его восстановили второй раз. Третий раз, когда было последнее большое землетрясение, он сильно треснул. И если вы увидите старые фотографии, или даже есть рисунки старые, вы увидите, что вот эта средняя часть, вы видите большие трещины. Вот это вот, вот этот вот паралепипед, который у нас здесь есть, вот эта трапеция такая, она, вот эти два камня, они провисли. Они держались, буквально, как выражается, на соплях. Они просто друг друга держали. Их специально не восстанавливали, потому что жители Цфата, которые сюда приходили каждый раз к Гилилю Азакену на 14-е, на Песах Шейни, по обычай, к Раби Шимонобарюхаю, ездили к Раби Барилаю по дороге, к Шамаю, к Раби Тарфону, со всем, которые, Раби Йосибенкис мы здесь тоже похороним. Рядом. Они все сюда ездили. Так они, жители Цфата, они специально не чинили. Они ждали, когда оно упадет полностью, потому что сказали, если оно упадет третий раз, не успеет оно упасть, как придет, откроется машина. Как откроется машина. Что я вам скажу. После войны было основано еврейское государство, Израиль, и общество охраны древностей, оно стало интересоваться этой синагогой. И давайте чуть-чуть поднимемся и увидим, как, покажите наверх, как бетоном подняли и укрепили этот мошков, и еще поставили железные шпалы, которые поддерживают это, чтобы, не дай бог, не упали в врата, и не пришел в машинах, который может, не дай бог, поменять сионистскому государству. Мы ничего не имеем против государства, боже упаси, это шутка. И посмотрите, какое противодействие это вызывает у религиозных. Посмотрите, что написано на этой стене. Это буквально, полгода назад еще не было этой надписи. Кан-Ло-И-Е парк археологии. Уже кто-то написал, здесь не будет археологического парка, здесь никому не позволят делать раскопки больше. Дай бог, чтобы пришел мошиях. Даже без того, чтобы падали эти ворота, они уже пытались падать. Раби Йоши бен Кисман сказал, что не успеют они упасть, они уже не успели упасть. Мошиях должен прийти уже давно, каждую секунду, так ждем его сегодня, сейчас. Амин кейны рацун.